Боевики минируют населенные пункты на Донбассе российскими боеприпасами, штаб. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Вооруженные формирования Российской Федерации в последнее время все чаще осуществляют дистанционное минирование населенных пунктов на Донбассе. При этом применяются запрещенные конвенцией ООН противопехотные мины ПОМ-2. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Чаще всего оккупанты используют при минировании территории беспилотные летательные аппараты и специально переоснащенные гранаты ПГ-7. С начала текущего года украинской стороной СК зафиксировано 8 случаев применения российскими наемниками МинПОМ-2. За короткий период времени с 13 по 19 апреля верифицирован уже второй подобный случай, отметили в штабе. Украинские военные отмечают, что первый случай минирования произошел 13 апреля в непосредственной близости от объекта гражданской инфраструктуры КФФ Майорская, а второй в населенном пункте Зайцево 19 апреля. В ночное время российские оккупанты с помощью БЛАС бросили мины в жилом секторе, прекрасно понимая, что военных там нет. К счастью, на этот раз обошлось без жертв, добавили в штабе. Отмечается, что военнослужащим горно-штурмовой бригады «Дельвейс» удалось вовремя обнаружить и обезвредить мины ПОМ-2, особенность которых заключается в том, что их невозможно обезвредить без взрыва. Мины устанавливаются только средствами дистанционного минирования, а взрыв заряда происходит в момент срабатывания чувствительных датчиков цели, несет особую опасность для местного населения, пояснили военные. Чтобы скрыть, что данные боеприпасы поставляются боевикам из РФ, они затирают маркировку, где указан номер партии, завод и дата изготовления боеприпаса. Кроме этого, украинская сторона СК сообщила, что 17 апреля боевики провели обстрел жилого сектора в Зайцево из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм. Мины попали по улице Журавского 23 и 24, в результате чего были повреждены забор частного хозяйства. Все указанные преступления пророссийских наемников были верифицированы украинской стороной СК. Результаты верификации будут служить бесспорными доказательствами преступлений РФ на украинской земле, отметили ВАОС. О данных фактах украинская сторона СК сообщила СММ ОБСЕ. Напомним, за прошедшие сутки боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было. Текст озвучен с помощью Яндекс.Пичкайт.